Всем привет! Сегодня мы поговорим о вечном, о вечном, о вечном! Что же у нас в вечном? Это дела по дому. Они не заканчиваются никогда, просто никогда. Просто нет такого мгновения, чтобы дела по дому закончились. Мы поехали на рынок и купили вот такую чуду. Чумодан. Чумодан. Ну, расцветка так себе, но соотношение цена и внешний вид в данном случае хорошее. Вот я еще таких широких комодов, кстати, особо-то и не видела, но он прям широченный. Для чего мы это купили? Для того, чтобы здесь у нас хранились овощи. Соответственно, комод должен быть полностью темным, чтобы свет не попадал, никаких прозрачных деталей. Поехали в магазин, а там по две с половиной, по три такие убожества стоят. Потом поехали в другой магазин. Ну, это тоже немного не фонтан выглядит, конечно. И стоил 3,100. Но на него оказывается за наличную оплату. Что-то, кстати, за махинации такие, за наличную, значит, а скидки. Они хотят проводить безнал, в плане того, чтобы она показывает. Анал-то кто знает, сколько ты там выручки за деньги делал? Безнал-анал. Так, значит, вот. И на него была скидка, и он получился за 2... 650. За 2,650. Но для такого комода 2,650 еще куда не шло. Потому что там есть такой жидкий пластик, просто прикасаться к нему неприятно. А здесь все такое плотненькое, четенькое, широченное. 4 чумодана. 4 чумодана. Здесь все тоже хорошо, темно. В общем, теперь разложу сюда картошки, морковки. Нам почему этот зашел? Нет никаких вот скрытых... Да, мыть удобно. Ротиков, там, закоулочков. И снаружи, и снутри. Нет, ты знаешь, даже дизайн этот нормально смотрится здесь на балконе. Прям походный вариант. Все, сейчас разложим. Вот, да. Теперь овощи у нас будут храниться вот здесь. А еще я сегодня в линзах. Впервые прошла инструктаж. И хожу, наслаждаюсь жизнью. Как это прекрасно. Ты, по-моему, пытаешься удрать. Я, кстати, хожу, кроссовки разношиваю. Давай, давай, разворачивай. Разворачивай. Смотри, только дверь открыла, он сразу. Тут как тут. Твое место вон. Работай. Я показать хотела, что я купила. Смотрите, какая чудо еще одна. Это ведро. Вот такой вот формы, вот такое маленькое ведро. В раковину таз ставить неудобно, он широкий. Ведро ставить неудобно, оно высокое. А это просто чудо. Входит и выходит. Если что-то замочить, быстренько сполоснуть, помыть, просто шедевральная штука. Если бы их было больше, я бы взяла больше. За 100 рублей. Такое шикарное ведерочко. У нас, кстати, опять уборка. Что-то ты, мой друг, там попропускал, по-моему. Сейчас будешь наказан. У нас чудо случилось. Еще одно чудо. В общем, Мурат начал ухаживать за этим цветком. Стал его поливать. И он какие-то хоть кривенькие, но листочки стал выпускать. Возможно, он не погибнет. Есть надежда. Но и тут еще у нас пополнение. В общем, очередная попытка. Значит, мама посадила мне вот этот цветок. Сказала, что чтобы он пропал, это нужно прям постараться. Ну вот посмотрим, проведем эксперимент. Значит, это я, собственно, ручно его принимала. А еще Мурат поехал в цветочный магазин и захотел себе вот такой. Кого? Зальмиокулькас. Зальмиокулькас. Выглядит он очень красиво, но он вырастает очень большой. Вот прям такая сочная темная зелень, то, что нужно. Я с вот такими цветущими, с дыхотиками завязываю. Пускай нет. Вот сюда. Вот сюда. Его нужно пересадить. Он пока в стандартном горшке. Да, ну вот мне кажется, уже стало повеселее. А с этим получилась история. У него сейчас, как я вычитал, фаза, что он уже пойдет на покой на лето. Будет отдыхать и аж в октябре начнет опять зеленеть и цвести. Поэтому, скорее всего, из-за этого такие жиденькие цветочки. Цвести, да ты оптимизм. Оптимизм. Ходячий. Нет, ну если он лето переживет, то я думаю, к осени я его реанимирую. Вот ключевое. Если он что-нибудь вообще переживет, если он выживет, то, возможно, зацветет еще в своей жизни. Но вот такая зелень, это просто чудо. Мама обещала мне еще посадить. Кстати, я когда была маленькая, вот эти вот назывались тещин язык у нас цветы. Это теща, да, чтобы зять не забывал. Вспоминал о ней. Подогнала. Но выглядит хорошо, красиво. Но этот кулькус вообще хороший. Такой темный, красивый. Какая-то тропическая такая у него окраска. Так что вот, вот, мы опять пробуем. Мы стараемся. Посмотрим, что из этого получится. Озеленить. Озеленить, да, здесь явно не хватает чего-то живого. Нет, ну я думаю, с этим нормально все будет. Я тоже надеюсь. Но его еще надо пересадить, ты меня извини. Он сейчас адаптируется, пересадим. Как это получится, посмотрим. Дальшочек побольше. И он там будет, пока его осваивать пройдет, не знаю, сколько, может, год или полгода. Ну да, ну вообще он огромный вырастает, прям как дерево. Больший. Да. Ну все, отлично. Всем привет. Всем привет. Куда мы идем? На стрижку новую. На новую стрижку идем, да? На режим? Да. На новую стрижку. Ну что? Даня, все хорошо? Да. Остригли? Да. Ну что, как я вам? Как вам новый я? В общем, сейчас такой шок испытал у нас в парикмахерской на стрижке. Даньку постригли, все хорошо, постригли. Ну я сел, там этот, мы сегодня в другое место попали, потому что наши дамы, которые до этого нас стригли, они там куда-то уехали на семинар, какой-то на обучение. Ну не важно, в общем, поехали в другое место, в другое парикмахерскую. Ну я так ему так показал фотографию, как бы мне примерно хотелось. Наташа в прошлый раз думала, что я кардинально прям постригся. В этот раз она вообще будет в шоке, она дома, мы сейчас с минус садика заберу, поедем домой. В общем, шок испытал, сел, он такой, а ну у вас там все, я парень этот, говорит, ну я все понял, да, сейчас там фейт, не фейт, ну что-то там по-своему, по парикмахерскому рассказал. Берет, в общем, машинку, вот так вот ее ставит, и вот так вот в ступняк до нуля, раз, и проходит. У меня такие шары, он на меня, я на него, он говорит, что-то не так, я говорю, а теперь уже что, уже, уже все так, уже, назад же не приклеишь. И меня сначала все смутило, что была просто четкая такая ровная полоса, как горшок. Ну потом он как-то что-то все начал там, типа растушевывать, раз, ну и получилось, в общем, даже как по мне, очень даже ничего. Посмотрим, что Наташа скажет, ну, уже, что бы не сказала, но я же говорю, назад ты не приклеишь, ну, освежился, в общем, на весну. Ну что? Не, все-таки бомбезные постройки. Сейчас вы слышите, как я постылся. Аж давление поднялось, мне кажется. Даня, ну что ты начинаешь, нормально же все. Отрастет. Ну, утешуешь. У Дани аж вот так вот челка поднимается, бежит. Как меня видит, так у него сразу волосы дыбом встают. Ну, он так бегает по дому, что у него вот так челка поднимается. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он пришел, красавец. Сейчас идет, баба. Сейчас. Сир. Ладно, я побежал. Ладно, да, я пока это. Ждем комментариев по поводу моей прически. Я пока. Пытаюсь понять. Надеюсь, вы меня подбодрите и Наташу успокоите. Так, держи, я побежал. Как говорится, не проконтролируешь, получается такой результат. Ну, благо, да, волосы, не зубы отрастут и достаточно быстро. Но пока я все остаюсь. Мам, давай ясеньку снимем. Ясеньку. Ясенька. Ясенька. Асенька. Асенька. Давай, приветка, скажи. Привет. Еще один интересный факт. Четверка с Даниного дня рождения все еще летает. Да ее в аренду можно сдавать. Иногда она нас пугает, когда мы приезжаем домой. Где-нибудь свет пробивается из дома, и в окне такая тень перемещается. Один раз мы прямо напугались. Но это наша четверочка. И сколько ей уже времени? С 5 ноября, ну столько же, сколько наш пылесос проработал. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Ну вот, 4 месяца уже есть. Вот так надувают шары гелием в организации, которая называется праздник. В празднике, да? Или не праздник? Нет, четверку в конфетти. А, в конфетти. Пардон, миль пардон. Вот здесь по-прежнему хаос. Яся? Когда мы здесь уборочку-то проведем? Не подскажешь? Ага, недолго она летала, да, Яся? Всего 4 месяца. Ты взялась за дело? Ну, все понятно, все понятно. Мы совсем не сняли подарок Мурата, который мы ему купили еще до 14 февраля. Это подарок не на 14 февраля, а на 23 февраля. И вот думаю, может на день рождения еще растянуть. Хотя нет, на день рождения мы тебе тоже уже купили подарок. Так, Даня здесь. Итак, значит, так как муженек мой никаких аксессуаров, кроме очков солнцезащитных, не носит, я когда покупала себе очки, присмотрела и ему. Очки Армани, да? Очки Армани. Там вот есть... А ну, Даня, дай-ка. Вот тебя еще тут не хватало. Здесь есть такая книжечка, все дела. Какой-то вот здесь вот. Ну, я не знаю, насколько это... Что это, оригинал, не оригинал. Есть какой-то вот такой вот сертификат с номером. Сертификат аутентичности. Вот. Давай примерочку. Мы долго будем ждать. Вот такие очки. Албебек. Албебек крошка. У них очень классный цвет. Мама, смотри, два Данюсика. Два Данюсика, да. В очках два Данюсика. Нам одного выше крыши хватает. Два Данюсика это будет слишком. Так, ну, покрутись, покажись. Мне кажется, неплохой вариант, да? С учетом, что твои уже подыстребались. У тебя были лакоста. Супер вариант. Супер вариант. Так что... Вот так-то, вот так-то. Хорош, хорош. Брутальный. Тебе такую, знаешь, кожаную косуху нужно. И Харли Дэвидсон. И папирос. И папирос. Сигар. А что, байкеры курят сигары? А может и курят. А может и нет. Ну вот и все. Ты доволен? Да, спасибо большое за подарок. Ты на здоровье. Мне тоже нравится.